Лекция по Бхагавад-Гите, как она есть. Лекция, глава, тексты с 8 по 13, прочитанная Его Божественной Милостью Бхактивиданта Свами Прабхапады летом 1966 года в Нью-Йорке. Итак, мы говорили о том, что каждый должен работать. Это формула духовного осознания, что мы не должны отказываться от своей способности работать, от приписанных обязанностей, выполнениями которых мы заняты. Не следует прекращать это. Если мы прекращаем действовать, работать ради духовного осознания, мы уходим из этого мира, отправляемся куда-то в джунгли или в Гималайи, садимся там, чтобы заниматься медитацией и достичь духовного осознания. Но многие ли в наши дни готовы сделать это? Нет, это не для основной массы людей. Пасхи Пачхи Кришна предписывает здесь нечто практическое, то, что может принять каждый, и то, что могут принять все, без исключения. В прошлый раз мы уже обсуждали этот момент. Неважно, кто вы. Не имеет значения, кто вы. Вы можете осознать, в чем заключается высшее совершенство жизни при условии, если вы работаете, действуете в соответствии с правилами процесса яги, яги артат-карма. Нет ничего плохого, если вы работаете, но деятельность должна осуществляться для Всевышнего Господа, яги. Яги означает вишну. Ведь в соответствии с законами природы любая деятельность, которой вы занимаетесь, приносит определенные реакции. И мы связываемся этими реакциями. И веды также говорят, кармана-бадхи-тэ-джанту, кармана-бадхи-тэ-джанту. Все живые существа связываются, попадают в эту материальную клетку, И причиной этому различные виды кармы или деятельности. Но здесь говорится о том, что вы не будете связаны реакциями своей кармы, если вы будете действовать ради Ягги или Вишну, то есть Всевышнего Господа. В этом секрет. Ягги артат карманно аньятра. Если вы не действуете ради этого Высшего Совершенного, вы будете связаны, и ваше заточение в этом теле будет продолжаться. Это заточение в теле будет продолжаться, если вы действуете на свой страх и риск, а не ради Высшей Цели, не ради Всевышнего Господа, Ягги или Вишну. В этом секрет. Ягги означает Ягги, Ва и Вишну. Это утверждается в Шруте. Шрути означает ведическая литература, ведические гимны. И там приводится доказательство. Ягги означает Вишну. Вишну ту сардхам карма самачара. Поэтому мы должны работать для удовлетворения Вишну. Это называется Ягги. Саха-Яггья Праджа Сриства Пурвача Праджа Пати. Прасаби Дхаша Паджа. Доказательство истинности, жертвоприношения, Ягги приводятся в ведических писаниях. После сотворения Господь сказал, что если вы хотите быть счастливыми, вы должны совершать жертвоприношение. Жертвоприношение. Возможность для души, особенно находящейся в этом человеческом теле, возможность избавиться от этого материальной запутанности. И эта возможность дается, если вы действуете ради удовлетворения в Вишну. Саха-ягья-праджа-сриштва. Праджа означает «живые существа». После того, как они были сотворены, им был дан совет. Совершайте ягью или жертвоприношение для удовлетворения Вишну. И Анена, благодаря этому, Прасавиш-Ятхвам, благодаря этому вы станете более просветленными. Прасавиш-Ятхвам. И если вы хотите, что-то это будет исполнено благодаря осуществлению этой ягьи. Дэван и Ягья. Это же жертвоприношение. Дэван Бэвая Танана. В соответствии с ведическими ритуалами, ягью или жертвоприношение предлагают различным девам, полубогам. Существуют сотни и тысячи полубогов, о которых говорится в ведической литературе. И вся эта часть ведической литературы называется Упасанаканда. Упасанаканда означает поклонение различным полубогам. Но кто это, полубоги? Полубоги — это различные части тела Верховного Господа. Можно привести пример правительства, которое есть у царя. Царь один, но существует множество чиновников, государственных управляющих. Представьте, если у вас в Нью-Йорке так много департаментов для того, чтобы управлять этим городом, в муниципалитете, так много департаментов. Если вы зайдете в этот муниципалитет, вы увидите так много кабинетов, департамент по борьбе с преступностью, гражданский департамент и так далее. Очень много отделов. И для того, чтобы управлять вселенскими делами, существуют также различные департаменты. И мы получаем об этом информацию из ведической литературы. И в каждом департаменте есть свой директор. Брама считается высшим управляющим, высшим директором в этой вселенной. Итак, в ведических писаниях говорится, что люди с помощью яги, ведических ритуалов, жертвоприношений, должны платить, так сказать, налоги различным полубогам. Но Верховный Господь находится над всеми. И поэтому, если человек совершает жертвоприношение Верховному Господу, он освобождается от других обязанностей и долгов. Об этом говорится в этом стихе. Итак, как только живое существо рождается, обретает рождение в этом материальном мире, у него появляется так много долгов перед другими. Оно становится должником различных полубогов. Почему оно становится должником? Например, Солнце, которое также является одним из полубогов, дает вам свет. Поэтому вы в какой-то мере должник Солнца. Или, может быть, вы хотите сказать, что у вас нет никаких долгов ни перед кем. Но ведь вы должны платить электростанции за то, что она предоставляет этот свет, которым вы сейчас наслаждаетесь. Разве вы не в долгу перед Солнцем, которое дает вам так много света? Да, вы должны Солнцу, вы должны платить за электричество. И в ведической литературе подтверждается, что вы являетесь должником Солнца. Точно так же вы должник Луны. Точно так же вы в долгу перед воздухом. И подобным же образом мы пользуемся различными удобствами, которые предоставляет нам сверхъестественная сила. То есть мы в действительности находимся в долгу. И точно так же мы в долгу перед Риши, великими мудрецами, потому что они оставили все это ведическое знание после себя. Мы пользуемся всем этим. Например, Бхагавад-гита или другое писание, любая книга, которая содержит в себе знания. Так что мы находимся в долгу перед Девами, Риши и затем Пхута. Пхута означает обычное живое существо с обычными взаимоотношениями. Предположим, я отправляюсь за консультацией к судье. Я должен заплатить ему. Если я хочу проконсультироваться у врача, я должен заплатить ему. Это обязанность моя, я должен заплатить. Это не делается бесплатно. Я должен платить. Точно так же мы в долгу перед множеством различных вещей, перед верхъестественными силами, перед мудрецами, перед обычными живыми существами и также перед животными. Например, мы пьем молоко, которое дает корова, и мы в долгу перед коровой. Но вместо того, чтобы платить долги, мы убиваем корову. Понимаете? И все это становится реакциями. Мы создаем для себя так много реакций. Если вы не оплачиваете счет за электричество в течение какого-то долгого времени, то вам отключают электричество, и вам отключают телефон. Поэтому вы должны сознавать то, что мы находимся в долгу перед многими вещами. «Доварши Бутаптан Ринам Петринам». Петринам означает семья, в которой вы родились. Вы в долгу перед предками. Поэтому, в соответствии с ведическими предписаниями, в определенное время вы должны оказывать почтение своим предкам. Это церемония шатха. В Индии в месяц октябрь происходит такая традиционная церемония шатха. Мы в долгу перед предками. «Доварши Бутаптан Ринам Петринам». Мы в долгу перед многими. Но «Сарват Маная Шарнам Шараням» готов мукундам. «На Ринина Кинкара». В Бхагаватам говорится, «Если человек полностью передается Всевышнему, Мукунде, Мукунда означает тот, кто может освободить человека из этого материального рабства. Это Мукунда. Если человек полностью передается Кришне, Кришна это и есть Мукунда, то он больше не является должником, ничьим должником. Он освобождается от всех долгов. За одну секунду он освобождается от всех долгов. И в Бхагават-гите вы можете найти это утверждение, которое подтверждается в последней части Бхагават-гиты. Господь говорит, «Ахамтвам сарвапабабьё мокша ищами, если ты предашься мне, сарвадарман паритяджа, мамакам шаранам враджа, Господь говорит, тебе не нужно ничего делать больше, кроме этого, ты просто должен предаться мне, сарвадарман паритяджа. У тебя так много обязанностей, долгов, все это так, но для тебя это невозможно. Конечно, существуют определенные системы, как отдавать долги, но особенно в этот век. Кто собирается удовлетворять полубогов, кто собирается удовлетворять предков? Как обычное живое существо может отплатить все эти разные долги? Никто не собирается отдавать эти долги таким образом. Но если вы не отдаете свои долги, то придут реакции. Однако, если вы предаетесь Верховному Господу, вы будете защищены от всех реакций. И таким образом это очень просто. Заплатив один взнос, мы освобождаемся от всех долгов. Сарвадарман паритяджа. Папабья означает реакция на греховные действия. Если я не отдаю долг тем людям, у которых я одолжил деньги, то я становлюсь грешником. Я совершаю грех. Например, я занимаю у вас 100 долларов или 1000 долларов, и я не отдаю вам эти деньги. И по законам государства я должен считаться преступником. я должен отплатить долг. И все наши долги, все свои долги мы должны отдавать. Если вы не способны отдать свои долги, то вы будете считаться грешником. Но вы можете спасти себя от реакции на все грехи, если вы предаетесь Верховному Господу. У вас есть определенные обязанности. Но если вы оставите все свои обязанности и просто предадитесь Верховному Господу, вы сразу же освободитесь от всех обязанностей. Такова точка зрения Бхагаватам, и это подтверждается в Бхагаватгите Верховной Личностью Бога Шри Кришны. Он говорит, «Если ты предашься мне, оставив все другие занятия, все остальные долги, то я защищу тебя. Я предоставлю тебе всякую защиту». Агамт вам сарва папа пью. Мокша и шеми. Итак, в этом случае я буду защищен от реакции на свои греховные действия, но это не значит, что предавшись Верховному Господу в то же самое время я могу продолжать грешить. Нет, это не так. Но если я поставлю в такие условия, что я вынужден продолжать, Господь, Верховный Господь защитит меня. Такого точка зрения Бхагаватам. Поэтому каждый должен совершать ягги. Ягги означают действие для удовлетворения Верховного Господа. Это называется ягги. Если мы не делаем это, то мы будем в долгу. То есть, мы должны действовать для удовлетворения Верховного Господа. Это как бы является иммунитетом от всех реакций. Но все, что не делается ради удовлетворения Верховного Господа, мы должны будем отдавать как долги. И это свяжет нас с таким множеством долгов. И мы вынуждены будем отдавать все долги в течение многих и многих повторяющихся рождений и смертей. Таков секрет жизни. Итак, Деван Бхавая Танана. Но если вы в своей жизни совершаете жертвоприношения, совершаете ягги, вы никогда не будете несчастны. У вас никогда не будет ни в чем недостатка. Мы становимся несчастными, когда у нас нет чего-то, что нам нужно, что нам требуется. Это практично. Это можно понять на практике. Всякие... Вы будете удивлены. Я могу привести практический пример. В 1942 году правительство Бенгалии создало искусственный голод. Первый раз мы видели, что это происходило в Индии. Я тогда был ребенком. И в то время самый лучший рис из первого класса продавали по 3 доллара за 82 фунта. Можете себе представить? 3 доллара. Нет, точнее, не 3 доллара. Я имею в виду... Я имею в виду... Я имею в виду... То есть, 1 доллар... Даже не за 1 доллар 82 фунта продавали, а за 3 четверти доллара. Это 3 рупии. 5 рупий это 1 доллар по тогдашнему курсу. И 82 фунта риса продавали за 3,8. То есть, 75 центов. 75 центов за 82 фунта лучшего риса. Я сам видел своими глазами. Когда я был еще ребенком, мальчиком в Индии, рис продавали по этой цене. Вы можете себе представить? Но тот же самый рис вдруг неожиданно в 1940 году стал стоить 10 долларов. Представьте, то, что раньше стоило 75 центов, стало стоить 10 долларов. И такие тяжелые времена наступили для основной массы людей. Так много людей испытывали трудность, так много людей умерли из-за недоедания, недостатка пищи, из-за болезни, голода. пищи не хватало. Но вы удивитесь, я спрашивал некоторых людей в 1942 году, люди, которые были в нашей преемственности, то есть были заняты в предном служении. я сам покупал этот рис в то время. Я жил тогда с семьей, и у меня была ответственность. мне нужно было кормить свою жену, пятерых детей, слугу, себя, и многих людей, около 10 человек. Я покупал этот рис. Но так или иначе, все было, ни в чем не было нужды. Но так много людей в то же самое время умирало. И вы удивитесь, те, кто так или иначе были связаны с предным служением, я лично спрашивал у этих людей, во время голода чувствовали они какие-то трудности. И я был удовлетворен их ответом. Они отвечали «нет». Даже те люди, которые жили в деревне, они говорили «нет, у нас не было никаких трудностей, так или иначе, у нас все было». Это практическое доказательство, практический пример. Любой, кто занят в предном служении, кто посвятил свою жизнь служению Всевышнему, у него практически не будет нужды ни в чем. И он никогда не будет чувствовать себя несчастным. Вы можете видеть это на практике. Это факт. «Деван Бавая Танэном». И это ведическое указание также гласит, совершая жертвоприношение для Всевышнего, и тогда ты никогда не будешь несчастен, несчастлив, и у тебя никогда не будет ни в чем недостатка. деятельность сама не прекращается. Та деятельность, которой вы занимаетесь, она не прекращается. Мы обсуждали это, когда говорили о предыдущем стихе. «Нятам Курукарм от вам». Деятельность, которая поручена вам. Та деятельность, которой вы занимаетесь. Не нужно отказываться от нее. Делайте то, что вы делаете, и как вы делаете. Но приносите результат своей деятельности, или тот результат, который приходит к вам в жизни, как жертву Всевышнему Господу. Жертвуйте это Всевышнему Господу. Есть очень хороший пример из жизни Госвами, которым мы молимся каждый день. Ван де Рупа Санатана Рагуя Гоши Джива Гопа Алако. Эти шесть Госвами в свое время, 500 лет назад, были очень значительными людьми. Рупа и Санатана были великими политиками, министрами в мусульманском правительстве Бенгалии. В то время в Бенгалии правили Патана. До того, как пришли могулы, там правили Патана. В течение тысячи лет мусульмане владели Индией, начиная с тысячного года, от Рождества Христова, до 1947 года, то есть до конца британского периода. Индия была под Игом столь многих иностранцев, мусульман, греков и многих других. Мусульмане правили в Индии в течение 800 лет, и британцы правили 200 лет. Сейчас Индия получила независимость. В то время в Бенгалии управляли мусульмане, Патаны, и их уполномоченными министрами были эти двое, Рупа и Санатаны. Фактически они были обращены в мусульманство. В то время индуистское общество было очень строгое. Оно до сих пор очень строгое. Если кто-то в этом индуистском обществе начинает служить иностранцам, то есть чужеземцам, он сразу же подвергается астракизму, то есть его выгоняют из общества, его сразу же отвергают из социальной среды. И вот эти двое братьев, Рупа и Санатана, были выброшены из этой кастовой системы, поскольку они стали заниматься служением мусульманским правителям, мусульманам в качестве министров. Но на самом деле, по своей касте они были браманами. Так или иначе, Рупа и Санатана встретились с Господом Ши-Читани Маправу и отказались от своего служения и присоединились к Господу. И в конце концов, они стали самыми важными лидерами этого движения, Рупа и Санатана. И когда они уходили с своего служения, они принесли домой золотые монеты. В то время не было бумажных денег. Эти золотые монеты были весом около двух с половиной унций каждая. Представьте, сколько стоила каждая монета. то есть, все эти деньги оценивались по нынешнему пересчету в несколько миллионов рупий. И они принесли такую сумму денег домой после того, как они ушли со службы. И они разделили деньги таким образом. 50% для Бога. Все, что они накопили, они из этой суммы отложили 50% для Бога на служение Богу. Бог это означает служение Богу. Но самому Богу не нужны наши деньги. Он достаточно могущественен, чтобы иметь любое количество денег. Ему не нужно ничего. Но если мы даем ему что-то, то это в наших интересах. Итак, они отложили 50% своих накопленных денег для Бога, 25% для родственников, для членов семьи, и 25% они отдали деревенскому банкиру на крайний случай, на случай необходимости. Такова была система. Великие мудрецы показывают нам пример, и очарьи также показывают нам пример, что мы должны делать с тем, что мы зарабатываем. В соответствии с Бхагавадгитой, ягердхат, карманон, нетра, все, что вы зарабатываете, яд, хороший яд, яджи, гоши, результат своей работы, вы должны предлагать Всевышнему. Если невозможно предложить Всевышнему все, то, по крайней мере, предложите 50% своего дохода Богу. Вот такой пример показывают нам очарьи. Итак, 50% для Бога, 25%, конечно же, родственники ожидают получить что-то от отца, от главы семейства, какой-то дар, подарок, они ожидают что-то от него, но в соответствии с предписаниями Ачарьев, этот подарок должен составлять 25% от всей суммы. И неверно, если человек оставляет все своей семье, все, что он заработал, и идет с пустыми руками к Богу. И Адхамам Прападзенте, если Бог спросит у вас, ты пришел ко мне, а что-то хочешь принести мне в жертву? Что-то хочешь пожертвовать мне? О, нет, Господь, я пожертвовал все своей семье, но это нехорошо, это не ягья. Ягья означает, если вы не можете потратить свои деньги отдельно на служение Богу, вы можете сами заняться служением Богу, и таким образом этими деньгами будет ваше служение Богу, но не предлагайте свои деньги в чьи-то руки, кому-то не отдавайте их в чьи-то руки, сами потратите эти деньги для Бога, и тогда вы станете совершенными ягьяртат карманонетра, это объясняется в следующей шлоке. Иштанбоган Хиводева. Итак, Иштанбоган, все, что вы получили для своего поддержания, знайте, что это дано вам Богом. Например, зерно, Господь дал вам это зерно, чтобы вы могли есть его. Вы не можете произвести зерно на своей фабрике. Вы построили так много фабрик для того, чтобы производить инструменты, технику, машины и много всякого другого для своего комфорта. Но во всем мире, во всем этом мире нет ни одной такой фабрики, которая могла бы производить зерно, рис, пшеницу, овощи и так далее. Вы должны подумать об этом. Та пища, которую мы каждый день едим, производится по милости Бога и дается Богом. Иштанбоган Хиводева. То есть ее дает Бог или представитель Бога. Тайрдаттан. Если вы берете, даже если вы производите на своей земле эту пищу, это также милость Бога. Потому что если нет дождя, вы ничего не можете произвести. Ваше сельское хозяйство не принесет вам ничего. И вы не можете контролировать выпадение дождей. Мы придем к этому моменту в следующей шлоке. Но если вы совершаете ягги правильным образом, у вас будет достаточно, на вашу землю будет достаточно проливаться дождей, чтобы земля могла все производить. Когда Махараджа Иудхистхира правил на этой земле, его правительство было устроено именно таким образом, то есть следовало именно этим принципам. и природа давала все в очень больших количествах. То есть природа давала им очень много даров. Об этом рассказывается в Бхагаватам. Я прочитаю вам этот стих, я объясню его немного позже. Итак, Иштан Бога Анхива Два Дасьянты Ягья Бхавита Если вы совершаете это жертвоприношение, тогда помощники Верховного Господа, ассистенты Господа будут предоставлять вам все необходимое. в больших количествах. Так что помните об этом. Мы не собираемся быть праздными, мы не собираемся сидеть без дела, мы будем продолжать свою работу, продолжать то, что мы сейчас делаем. Но в то же самое время мы должны совершать Ягья или жертвоприношение для Всевышнего Господа, и тогда у нас будет достаточно всего, чтобы наши нужды удовлетворялись. И после того, как у нас будет все необходимое, если мы не будем благодарны за это, если мы не будем отплачивать как-то за это, то есть чувствовать, что мы должны что-то за это, тогда Господь говорит «тайрдатан апрадая ибха». И Господь или помощник Бога предоставляет вам так много вещей. Если вы не чувствуете благодарность за это, не пытаетесь отплатить служением своим, то какое ваше положение? «Йобхунгтэм» «Тот, кто наслаждается стена эйваса». «Такой человек является вором». «Такой человек вор, и он подвержен наказанию». «Такой человек должен быть наказан». «Государственным законом». «Точно так же тот, кто пользуется всеми этими возможностями, которые предоставляет природа, и не чувствует благодарности за это, и не предлагает жертвоприношения Всевышнему, такой человек должен считаться вором». Об этом говорится в «Бхагавадгитис тэна эйваса». Итак, «Эггьяши шташна санто мучи анте сарвакил виша». Итак, мы становимся должниками жизнь за жизнью. Единственный способ, как освободиться от столь многих долгов, это совершать ягью. Существуют различные способы совершения ягьи. Мы можем, конечно же, совершать ягью, принося в жертву очищенное масло, зерно. Существует очень много разных типов ягьи, но все они неосуществимы в этот век. В этот век рекомендуется особый вид жертвоприношения. Что-то вроде этого мы совершили вчера вот на этой мансарде. Мы провели такое ягью. Ягьи санктиртана праяр. Яджан тихий суметаса. В этот век очень сложно совершать все эти ритуалы, все эти различные ритуалы. Во-первых, очень трудно достать все необходимые вещи для того, чтобы правильно совершить жертвоприношение. И люди не очень богаты. Они не могут достать все это. Описываются признаки людей, которые живут в этот век. Прайена Алпаюша Собьяк, Калавасмин Югеджинаха. Прайена. В этот век люди, как правило, живут очень недолго. Люди не живут больше 60-70 лет. Прежде люди жили больше 100 лет. Постепенно продолжительная жизнь людей уменьшается. И также утверждается, что продолжительная жизнь людей будет уменьшаться до 20-30 лет, человек которым будет исполняться 20 лет или 30 лет уже будет считаться очень старым, почтенным человеком. Об этом также говорится в Бхагаватам. Конечно же, это время еще не настало, но в эту эпоху такое время наступит. И так описываются признаки людей этого века. Люди живут очень в короткую жизнь. Прайяна Алпавиша, Сафья, Калавасмин, Югеджина, Мандао. И также люди очень ленивые и медленные. Ленивые и медленные означают, что они не знают, что эта жизнь предназначена для духовного осознания. Люди очень ленивы. Они думают, ну хорошо, духовное осознание, посмотрим потом. Сейчас будем наслаждаться жизнью и все, что еще нужно. И это дисквалифицирует людей как человеческих существ. Это великая дисквалификация для них. Они не пробуждены к духовному осознанию. Они ленивые. Манда и Манда Бхаги и Манда Суманда Матайо. И если кто-то вообще интересуется из этих людей каким-то духовным знанием, просветлением, к сожалению, Манда Суманда Матайо. К сожалению, они принимают какой-то духовный метод, который не является авторитетным. Духовное осознание без осознания взаимоотношений с Богом это не духовное осознание. Весь смысл духовного осознания заключается в том, чтобы понять свои взаимоотношения с Верховным Господом. Но, как правило, в этот век люди хотят избежать концепции Бога и в то же самое время считаться духовно продвинутыми. Поэтому их называют Суманда Матайо. И это очень низкая форма духовного осознания. то есть, духовное осознание, которым нет концепции Бога. Суманда Матайо. Манда они очень ленивы. И если они интересуются каким-то духовным процессом, они пытаются избежать при этом концепции Бога. Суманда Матайо и Манда Бхаги. Манда Бхаги означает, что они очень неудачливы. Люди этого века, как правило, не очень удачливы. В любой части мира люди не очень удачливы. Они не могут с легкостью получать те вещи, которые они желают. Четыре вещи, которые мы используем в своей жизни, те вещи, которых мы желаем Ахара Нидры Бхая Майтунам Ча. То есть, еда, сон, защита и совокупление. Вот это те вещи, которые, как правило, нужны для нашего тела. И то, что необходимо для удовлетворения этих потребностей, дается нам не очень легко. Итак, Манда Суманда Матайо, Манда Бхаги Ахападру Та. И вдобавок ко всем этим недостаткам, в то же самое время люди постоянно испытывают беспокойство в уме. А чем они беспокоены? Рога Шокадиби, то есть скорбью, печалью, и какой-нибудь болезнью. Таково состояние людей в этот век, и им очень трудно следовать системе жертвоприношения, которые обычно совершались в прошлой эпохе. господжи. Та. рекомендовал для этого века жертвоприношения, которое называется Санкиртана Ягья, которое мы пытаемся совершать здесь. Санкиртана Ягья и Санкиртана Прайя Яджанти Хисуметтаса. Те, у кого мозги получше, примут этот процесс Санкиртана Ягья, который совершается для удовлетворения Прихонного Господа. И это поможет людям этого века. Это рекомендуется Бхагаватам. Вы можете принять эту Ягью или какую-то еще Ягью в соответствии с тем, какие у вас возможности, но вы должны совершать какую-то Ягью. Без совершения Ягьи вы не можете быть счастливыми. Ягья Шисташна Санто. В этом стихе слова означают приготовление пищи. Приготовление пищи это самое важное дело в нашей жизни. Приготовление пищи. Мы не кошки и собаки. В отличие от кошек и собак, человек должен готовить для себя, чтобы что-то есть. И вот этот процесс принятия пищи. Господь говорит, что тот, кто принимает пищу после принесения ее в жертву, освобождается от всех греховных реакций. Но тот, кто готовит для себя, для своего наслаждения, поедает все грехи, всякого рода грехи. ягья-шиста-шина-санта. Санта означает святые и мудрецы. Они ничего не принимают в пищу, не предложив сперва это Господу, не совершив ягью. По крайней мере, когда вы собираетесь что-то съесть, вы можете предложить это Господу, по крайней мере, сказать вот это. Мой Господь, по Твоей милости, я получил вот эту пищу, пожалуйста, прими ее, и я приму остатки, я съем остатки. И это ягья, это также считается ягьей. Вчера мы вместе приготовили пищу и предложили ее Господу, и совершили санкиртан, и потом мы приняли эту пищу. Это самый простой процесс совершения ягьи. Мы сделали это здесь в мансарде, просто чтобы показать, как это происходит. Ведь нам все равно нужно было есть. Вы можете делать это у себя дома также. Ведь вам в любом случае нужно готовить для своих детей, для себя, для своей жены, для членов своей семьи. Если вы готовите какие-то вкусные блюда, они должны быть предложены Господом. Конечно же, нужно быть очень внимательным, когда вы готовите эту пищу, поскольку вы собираетесь предложить ее Господу, и вы должны предлагать только то, что Господь принимает. конечно же, Господь может принять все, все, что угодно. Он достаточно могущественный, он всемогущий, но тем не менее, в Бхагавадгите Господь говорит, патрам пушпам палам тоям, йомэ бхактия праячхати. Всякий, кто предлагает мне эти четыре вещи, патрам пушпам палам тоям, то есть зерновые, овощи, цветы, фрукты, такие вещи. Всякий, кто предлагает мне, предлагает мне это, я принимаю это. В том случае, если человек предлагает мне это с предностью, тадахам бхактию бхагритам. Вы заблуждаетесь, если считаете, что Бог голодает, и поэтому Он только и ждет с жадностью, когда же Вы Ему что-то предложите. Нет, Он достаточно могущественный. У Него есть много пищи. И фактически мы едим Его пищу. Если мы готовим пищу с таким настроением и предлагаем ее Верховному Господу, предложив ее, если мы принимаем ее, мы освобождаемся от всех греховных лекций. Здесь говорится, Ягьяшишташни Санто Мучэнте. Мучэнте означает освобождается. От чего освобождается? Сарвакилбиша. От всякого рода греховных реакций. Но тот, кто не делает так, тот, кто не делает это, такой человек поедает один лишь грех, и поэтому он должен страдать от греховных реакций и патчанти от Макарана. Это очень легко. Это несложно, ведь вы все равно ходите в магазин, как, например, вчера или позавчера мистер Карл с мистером Полом отправились в какой-то магазин. Они знали, о, завтра будет Ягья. И они покупали все продукты для того, чтобы совершить эту Ягью жертвоприношения. Мы покупаем продукты в магазине в любом случае, но мы всегда думаем, я буду есть это. Но нам нужно только перевести стрелку на другое лицо. Мы покупаем это для Бога, для того, чтобы это поел Бог. При этом мы сами ничего не теряем, и в то же самое время мы совершаем Ягью. Мы совершаем Ягью. нужно практиковать это. Ягья шишташна сантома чанте сарвакилбиша. Если вы практикуете этот простой процесс, вы освобождаетесь от всех греховных реакций. А если вы не делаете этого, что происходит? Бунжатэ это вакхам папа. Тот, кто не делает этого, поедает одни лишь греховные реакции, и он должен будет расплачиваться за это, он должен будет страдать за это. Пачанти Атма Каранат. У него нет взаимоотношений с Ягьей или Вишном, и он только и думает, я буду есть это. Итак, каждый в этот век может следовать начальным принципам этого процесса Ягьи. Это легко может делать для себя, но готовить пищу можно для Верховного Господа, и после того, как вы приготовили пищу, предложите ее Верховному Господу и совершите эту Ягью Сан-Киртун, и тогда вы освободитесь от всех грехов. В конце концов, что бы мы ни делали, мы совершаем определенный грех, даже не сознавая это. В Ведах есть рекомендация, Ведах советуется совершать панчо-Ягью. Не сознавая, мы убиваем множество живых существ. Когда мы идем по улице, мы давим своими ногами многих муравьев, которые ползают по этой дороге. Это считается также грехом. по законам царства Бога, по законам божественного государства. Точно так же, как в этом государстве, вы должны расплатиться своей жизнью, если вы убиваете человека. Если вы совершаете убийство, вы должны расплатиться за этот грех убийства своей собственной жизнью. это конечно же не совершенный закон, закон созданный человеком, но в царстве Бога также существует такой закон, закон Бога. Если вы убиваете, любое живое существо, вы должны будете страдать за это, потому что с точки зрения Бога, не важно, кто это человек, животное, муравей, или муха, или кто-то еще, каждое живое существо является сыном Бога. Представьте, у какого-то отца есть пять сыновей. Один из них совершенно бесполезный, он ничего не может делать. Если другой сын говорит, мой дорогой отец, этот твой младший сын, он никуда не годится, он ни на что не годен, он ничего не делает, давайте убьем его. Вы думаете, отец согласится на это? Разве он согласится лишь потому, что этот сын никуда не годен, и ничего не может делать? Нет, он ответит. Отец ответит, нет, нет, ты не имеешь права делать это, ведь он не приносит тебе никакого вреда, он питается за мой счет, я плачу за его поддержание, зачем тебе убивать его? Точно так же и в этой материальной природе все живые существа, находящиеся в разных формах, пришли сюда для того, чтобы получать материальное наслаждение, и Верховный Господь дает им все, все для этого, и у нас нет права убивать их, у нас нет права, в соответствии с законом Бога, если человек обладает сознанием, точно так же, как отец никогда не согласится, чтобы его разумный сын убил неразумного, сознательно или несознательно мы так или иначе совершаем какие-то грехи, предположим, я не хочу убивать никаких животных, но не сознавая того, я убиваю множество живых существ, когда я просто иду по дороге, когда я делаю то или делаю это, и в ведической традиции существует панчо-ягья, даже если мы не убиваем животных, если мы просто едим овощи, они ведь тоже живые, неверно считать, что вегетарианцы не убивают никого, они также убивают, это закон, живое существо живет за счет убийства других живых существ, это закон, обладающие руками убивают тех, кто имеет ноги, только ноги, то есть человек убивает животное, животное поедает траву, у которой нет ног, такое в закон, но для нас правило таково, что мы должны совершать ягью, когда человек убивает, убийство животного не означает, что если человек убивает корову или козла для того, чтобы съесть их, он убивает, он совершает убийство, а вегетарианцы не совершают убийство, когда едят овощи, нет, это не так, это также считается убийством, ведь овощ также живой, но мы говорим не об убийстве, мы говорим о совершении ягья, в том, что необходимо совершать ягью, смысл в том, чтобы совершать ягью, даже поедателям животных, поедателям плоти рекомендуется процесс совершения ягья, в ведической традиции, даже поедателям плоти рекомендуется совершать определенные ягьи. Ягья должна происходить, ягья должна быть, но то, что касается нас, тех, кто пытается обрести сознание Кришны, мы принимаем наставления Кришны, а в Бхагавадгите он говорит, Патрам Пушпам Пхалам Тойям, он просит предлагать ему пищу, которая приготовлена из овощей, и поэтому мы должны готовить блюдо из овощей, очень хорошо, очень вкусно, предлагать Кришне такую пищу и принимать ее, и такая ягья освободит нас от всех грехов и наша жизнь станет возвышенной. Большое спасибо.